Блев-клуб Все-таки Петр Первый хотел на территории России построить единственный, наверное, европейский город, который соответствует всей Европе. Я думаю, что ему это удалось. А раз так, то в Петербурге, естественно, есть своя светская жизнь. Это приемы, рауты, балы, ночная жизнь. А раз так, то, естественно, люди на эти светские приемы должны красиво одеваться. И для этого в нашем городе, в Санкт-Петербурге, существуют магазины, красиво которые называются под названием «Бутик». И чуть позже о нашем спонсоре я скажу в специальном репортаже. А пока мне хотелось бы пригласить сюда гостей нашего Блев-клуба, которые хорошо знают, как нужно одеваться, потому что они как раз и ведут эту светскую жизнь, эту ночную жизнь нашего города. Я с большим удовольствием сюда, за герой стол нашего Блев-клуба, приглашаю ведущую программы «Светская хроника» Ирину Смолину. Ирочка, добрый вечер, рад тебя видеть. Мы с тобой как коллеги, да, и я думаю, что вот этот букет, ты, наверное, даже догадаешься, от кого это. Потому что сразу по стилю, ты же ведь должна, ты же ведь в курсе светской жизни. Это Владимир... Ну, мне кажется, что это Бермяков, да. Да, Владимир Бермяков, собственно говоря, даже из-за языка тебя не тянулся. Я вижу это по каркасу, он любит такие каркасы конусные. Это специально тебе от Владимира Бермякова. Спасибо. Чувствуешь подсолнухи зимой? Это супер-пупер. Ирочка, ну, на самом деле, ты знаешь, как нужно есть банан. И ты поближе подойди, да? Ведь что банан такой вот, как бы, фрукт очень необыкновенный. Его тоже есть определенные правила. Его едят ножом и вилкой. Да, но если нет ножа и вилки, то нужно все-таки чистить. Банан не едят. Знаешь, ты помнишь, красотку помнишь? Помню. Да, как она ела устрицы, да? И искала все эти инструменты. Нет, значит, нет. Значит, не надо кушать банан. Но я хотел бы, чтобы мы сейчас все-таки попробовали с тобой вот, как бы, съесть по банану. Прямо здесь в студии. И вот кто из нас, как бы, правильно съест его? Давай. Банан. Ага. Хорошо, не ананас. Давай. Держи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чего? Он мне дал пластмассовый бананчик. Замечательный, хороший. Это тоже, кстати, от Владимира Беремякова. Все сегодня от Владимира Беремякова. Елечка, теперь, собственно говоря, твой розыгрыш. Ну, вот, Сережа, ты знаешь, конечно, мы с тобой так часто встречаемся, так часто вместе работаем. И вообще это среди телевизионных работников принято. Они не смотрят программы друг друга, да? Несмотря на то, что программы иногда расположены буквально следом друг за другом. Поэтому тех изменений в формате или каких-то новшеств в программах мы никогда не знаем. Поэтому я думаю... Я твою всегда смотрю. Да? Да. Да? Потому что ты же по субботам идешь. Ага. Поэтому я твою всегда... Вот я вчера твою смотрел. Сейчас проверю. Вот веришь ли ты, Сережа, что сюда вот прямо, вот в эту студию, меня вынесут на руках? А я буду стоять рядом с тобой. Тебя вынесут на руках? А я буду стоять в этот момент рядом с тобой. Ну, ты уже рядом со мной. Поэтому, Ир, я в это не верю. Ты рядом со мной стоишь. Если только должен выйти специальный человек взять, поднять тебя на руки. А что ты какого-то большого человека так сразу показываешь? Ну, то есть не себя. И я не верю. Сейчас в эту студию меня внесут на руках. Это действительно так? Художный руководитель единственного в мире, в нашем городе, мужского балета Валерий Михайловский. Валерий, ну а как вот? Удобно держать? Не тяжело? Очень удобно, очень удобно. Нет, совершенно, да, очень приятно. Тоже, я думаю, что... А потом, вы знаете, так приятно, когда вот Ира Смолина может положить мне голову на плечо. А вы ведь, наверное, ее и вот по-вашему, по-балетному и подбросить можете? Ну, наверное, могу подбросить, но мне как-то вот... При живой Ире неудобно. Так вот, веришь ли ты, Валера, что от хорошей бутылки к коньяку можно все-таки взять, если, конечно, захотеть, то можно даже и прикурить? Ну, после хорошей... А, от бутылки. Вот стоит здесь, допустим, бутылка к коньяку, не захотелось, я взял, наклонился... Да, я думаю, что можно. Если хороший коньяк, то можно его поджечь. А есть еще зажигалки в виде бутылки коньяка. Я думаю, что это совершенно реально. Идеалист. Действительно, он, по-моему, все угадал, потому что есть зажигалки в виде бутылки коньяка. И такую зажигалку, Валерий, я тебе с большим удовольствием дарю. Вот она как красиво горит. Я понимаю, что куда бы ее... А мы сейчас Ирочку поставим. А давайте я вот Ирочка сюда положу, ладно? Вот туда. Валерий Михайловский, пожалуйста, Валера, занимайте место за нашим игровым столом. С большим удовольствием сюда за игровой стол нашего болит-клуба. После того, как мы определили твою куклу, я приглашаю популярного певца, самого молодого, заслуженного артиста России, Сергея Рогожина. А, Сергей, правильно сказал, ничего не перепутал. По-моему, все. Я просто с этим недавно смотрел телевизионную программу, и я где-то слышал, что ты сам, по-моему, сказал, что ты самый молодой, вот на тот момент, когда вручали, заслуженный артист России. Вот это оговорка, правильно совершенно. То есть самым молодым я был три года назад. А, то есть теперь есть... Когда вручили. Сейчас уже есть малыш, конечно. Понятно. Можно я попросить у тебя руки, если... О, я знал, я знал, что вот именно сегодня будут такие вот украшения, потому что у меня тоже есть, и я хотел бы тебе подарить. Ну, это, веришь ли, что... Золото-то самоварное. Да, самоварное. Ну, что он необыкновенный какой-то. Ну, и от тебя разве может быть обыкновенный? Конечно, верю. Веришь? И правильно делаешь. Видишь, вот такой необыкновенный. Это тебе, пожалуйста, балуйся. Теперь... С кем можно спином? С бананом. Теперь твой розыгрыш, Сережа. Ну, мой розыгрыш скромнее гораздо. Хочу тебя спросить. Вот ты знаешь, что я бываю в Китае. Китайцы меня необыкновенно любят. Они меня любят не только как артиста. Они меня настолько любят, что... Что ты делаешь в Китае? Что они даже меня иногда облизывают, а иногда едят. Прям на сцене? Ну... Я в это не верю. Не верю, что поблизывали еще и ели. Совершенно напрасно. Ты не веришь, потому что в Китае продается мороженое с моим изображением на этикетке. Там прямо написано Сергей Рогожин и я на этикетке. И они меня облизывают и даже иногда едят. Сергей Рогожин, пожалуйста, любимец китайской публики, но не только. Ну, а еще раз напоминаю, что о нашем, о нашем спонсоре, который сегодня является спонсором нашей программы, я расскажу в специальном репортаже. Прямо с места событий. Сергей, я нахожусь в бутике Элон на Невском проспекте 44 в Малом пассаже, где представлена знаменитая именная коллекция обуви от известных итальянских производителей. И в этом году знаменитый Балдинини просто предлагает туфли из змеиной кожи с прозрачным каблуком, каблук в виде железнодорожного костыля, чтобы женщина могла обороняться, классические тона, почти как по стендалю, красное и черное. И, конечно же, конечно же, сапоги для нашей зимней погоды, прозрачный каблук и термометр. Ну и, кроме того, последняя разработка от Балдинини – это зеркальце для большого пальца. Ваш специальный корреспондент Сержио Абалдинини. Спонсор программы – бутик Элон. Это было, ну, сколько лет назад, нетрудно сказать. Ну, как раз тогда вот у нас в России начали праздновать католическое Рождество. И в гостинице Пулковская устроили такой нон-стоп праздник, начиная с 11 вечера и там до какого часа утра, мне трудно сказать. Я обратил внимание, что с одной стороны такой длинный стол и сидит, ну, наверное, человек 40, одни мужчины. И все одеты очень строго, просто, ну, какая-то похоронная процессия просто, одеты очень строго в черных костюмах, с галстуком, в галстуках, там, в башке, там, все. Напротив, там тоже длинный стол, но совершенно пустой, нет ни одного человека за тем столом. Ну, как-то увидел, увидел, ну, опаздывают, ну, все бывает. Идет первый номер, народ в диком восторге, все немножко подпили, уже все смеются, хохочут, аплодисменты, там, кричат. Идет второй номер, все нормально, все. Идет третий номер, и я вдруг слышу, вот, стоял как бы там за кулисом где-то, типа кухни, там, что-то, в ресторане. И вдруг, вот, в атмосфере почувствовалась вот эта какая-то резкая перемена, полная. Народ смеялся, реагировал на то, что делают, а шел как раз очень смешно. Лебединое озеро, черного лебедя, у нас был Лева Радченко, два метра ростом, еще на пальцах, с маленьким партнером. Там народ надрываться вообще должен. И вдруг тишина гробовая. Вносят покойника. Нет. 24-е диктаж. Я еще ничего не понял, но выходят ребята, и какие-то... В тот момент еще никто ничего не понимал, что вообще происходит. И тут, значит, аплодисментов нет. Они вышли. И тут уже идет фонограмма, мне уже даже выяснять некогда, и я уже иду, значит, все это. Иду танцевать лебеди. Сенсанс уже, да? Да, сенсанс. Я вот иду, и вдруг как раз иду на тот стол, который пустой, и я смотрю, что стол полностью занят уже. Рассматривать, кто там сидит, мне было некогда. И во время я иду, и начинаются реплики. Перебранка начинается одного, одной вот этой части, а не с двух сторон. Ой, Валерий, ты попал в перестрелку. Аренды. Ира, совершенно верно, да. Потом полетело что-то тяжелое, вот так. Через тебя, да, Валерий? Через меня, мимо. Я смотрю, оттуда уже начинают орать, уходи со сцены, уходи со сцены. Это ползать. Ну мы-то честные люди. Деньги заплатили уже, деньги уже заплатили. Ну ладно, бешеный. Ну заплатили, но уже неудобно как-то. Потом я уже, как я уйду, я уже вышел. Неудобно как-то из-за них жизнью рискать. Потом полетело что-то одно, полетело что-то другое, и вдруг начались выстрелы. Началась действительно перестрелка. И я не знаю, что, у меня вот какое-то состояние, вот может быть только в каком-то нервозном таком вот состоянии, может, могут возникнуть такие мысли. Я танцую, и думаю, боже мой, я же танцую лебедя. Музыка. И почему-то вот эта вот фраза, в белых лебедей не стреляют. О-о-о-о! Пролесно! Она пронеслась в голове, да, вот эта фраза почему-то, ну вот только в каком-то вот таком состоянии. Я дотанцевал номер до конца, я уже когда вот в конце уже лёг, умер, и только тогда убежал, и у всех шок, у меня шок, меня вот колотило. Ну вот, Ирочка, вот такая вот история. Вот так впервые в Петербурге было отмечено Рождество католическое. Да, Рождество, да. Культурное столице. Католики с аудеями что-то не поделили? Ну, ты знала, Валера. С мусульманами. Ну, я не знаю, чтобы стреляли. И не задели. И не задели, вот в то, что не задели, не верю. Ты так вот так, понимаешь, ты должен был попасть под траекторию. Пачка большая. Большая была пачка. Не верю я, не верю. Верочка, напрасно. То стреляли и не попали. Ну, не в меня же стреляли. Это правда, да? Это правда. Спонсор программы Бутик Элон. Ты знаешь, самое удивительное, что вот я действительно впервые была во Франции, впервые была в Париже. Это когда было? Вот сейчас вот только что. Полтора месяца назад. И до этого ни разу не была за границей? Да нет, ну, за границей я была никогда не была во Франции. Увидеть Париж и умереть. Ну, вот видишь, жива. До дня Валентина дотянула почти. И поэтому, ну, мы везде ходили. Это было настолько пешком, естественно, туда-сюда. Мы снимали все это. У нас была замечательная легкая камера. В потрясающем восторге. Можешь подумать, ты ее даже легкую носила. Я носила камеру. Я всегда, я даже штативы ношу. Экономили на операторе, что ли? У оператора были свои сумки. Сама же в кадре сама себе снимала. Нет, это из Кребреньков. А я просто носила аккуратно. Не во время съем. В общем, мы обснимали практически все. Я говорю, ну, ты знаешь, мы же не были еще в злачных местах. Мы должны обязательно сходить на клиши, посмотреть на эту известную площадь Пегаль. Сен-Дени. После посещения таких мест Ира изготовила собственную куклу. Это было гораздо дольше. Так вот, мы туда приходим. Это вечер 1 января, 2001 год. 1 января. Трезвые? Абсолютно. Абзальман. Денег не было с собой. Никто не узнавал, никто на улице. И не подавал. И не предлагал водки. И вся улица клиши, Сережа, она вечером 1 января, поскольку это квартал любви, она вся усеяна, просто усыпана изделиями номер 2. И там идешь, как среди осенних листьев, так разгребая. Это тонко. И в общем, мы идем кругом. Пип-шопы, секс-салоны. Ну, в общем, такая бодрящая такая атмосфера. И вдруг мы так идем-идем-идем и смотрим музей эротики. Тебя это еще бодрит? Милый, я гораздо моложе. Смотрим музей эротики. Я говорю, надо, ты знаешь, зайти. Потому что мы же никогда себе этого не пройдем. Снять, конечно. Все нормально. Фото-окей, видео-окей. Мы заходим. И это сильно удивительный музей. Это действительно музей. Это не какой-то там салон. Фото-окей, видео-окей? Это чтобы разрешили снимать. Я понимаю, что ты мне уже с трудом веришься в это. Я показывала репортаж. Фото-биен, видео-биен тогда. По-французски. Нет, нет, не фото-окей было написано. Для дураков. Сним этажей. Сним этажей. И начиная буквально с самых первых опытов человечества. Все восточные изыски, естественно, Камасутра. И все это представлено в разных жанрах. Удивительные есть вещи, очень красивые. Мне понравился, я как раз показывала этот репортаж, мне очень понравился стул. А внутри такая сделана мельничка из языков. Тонко. Дальше идешь, там, например, стоит телевизор, и тебе показывают Камасутру в пластилине. Пластилиновый мультик. Очень смешно. Это как у нас для детишек, вот эта, спокойной ночи, да, была там? Да. А может быть, ворона? А то такая Камасутра. А то Камасутра, да. Очень мило. 284 позиции. Естественно, очень много всевозможных таких вещей, которые раритетного свойства поисоверности 12 век. Чувствуется залу близка эта тема. Это тема. Нет, зал просто знает 285-ю позицию. Вот, удивительно, они были маленькие такие, знаешь, тетенькие, такие здоровые, типа, иссоверности, как они вообще все это таскали на себе, я не понимаю. Вообще иезуитство. Вот, плакаты, картины, какие-то шаржи и так далее. И жжи там тоже было. Но самое интересное, самое интересное, я подошла и вижу, что меня изумило. Карты, потайные карты. То есть вот так вот берешь, какую-нибудь карточку бы мне найти, да? Вот так вот смотришь карту, ну просто, скажем, дама в юбке, да? А берешь ее на просвет, там специальный экран. Там мужик в штанах. И у дамы, у дамы под юбкой сидит, например, мужик в штанах. Ничего на этих нету. Плохие карты. Ну и так далее, и так далее. Там может быть много замечательных всяких, да, вариантов, как ты догадываешься. То есть, как бы мужчина стоит так, а потом смотришь, и у него там женщина, да? Да. Обалдеть. Да. Но самое интересное, Сережа, что с обратной стороны на этих картах, на этих картах написано... Написано Сергей Прухоров. Типография Сергея Рогожина. Не верю. Сережа, это истинная правда. Это правда, Ира. Красиво, красиво. Я поздравляю вторую очередь. У меня не было такой типографии. А теперь будешь рассказывать, что у тебя не было родственников. Спонсор программы Бутик Элон. Ну, душа моя, ты тоже все-таки артистка. Оригинального жанра. Немножко. Покажи фокус, сын. Немножко. Да. Вот. Кроме того, что ты журналистка, конечно, замечательная, ведущая, ты, ты сказать, по роду деятельности довольно часто выступаешь на концертных площадках. Концертируем. Да. Вот скажи, что самое неприятное бывает, когда ты заходишь со служебного входа, особенно в ночной клуб? В ночной клуб? Но на языке молодежи это называется шмон. Обыскивают. Вот. Это, как правило, охрана, которая в упор артистов в лицо не знает. Не знает никого. Им абсолютно кто ты, что ты и так далее. Они даже президента не знают, я думаю. Да. Я довольно часто в Москве выступаю в клубе «Метелица». Правда это или нет? На бывшем проспекте Калинина, да? Да. Это правда. Это правда. Вот. Ты карточку-то положил? Положил. Конечно, да. И в прошлом году у меня была такая замечательная ситуация. В клубе я выступаю приблизительно раз в месяц или раз в два месяца. То есть довольно-таки часто. Знают меня там, естественно, уже как облупленного. Но каждый раз, когда я прихожу со служебного входа, может сидеть охранник, который меня видел уже 150 раз просто. И каждый раз он совершенно с деревянным лицом мне говорит фамилия. Фамилия. А у него работа такая. Да. Ну, я, соответственно, всегда, так сказать, говорил свою фамилию и так далее. И все. Значит, накопилось. Чаша терпения, она, так сказать, имеет свойство переполняться. То есть вот это была, видимо, последняя капля, когда год назад пришел к служебному входу. И когда он мне сказал фамилию, я сказал Кобзон. Вишь, Михайловский. Нет, я сказал Кобзон, глядя ему в глаза. Охранник достает список, так сказать, смотрит его. И говорит, Кобзона сегодня нет. А вас в списке нет. А вас, товарищ Кобзон, в списке нет. Вот веришь ты в это? Я в это верю. Я в это верю. Так, и в это верят. Да это неправда. А это неправда, а это неправда. И я вручаю. Неужели ты думаешь, я сказал Кобзон, и он сказал, что да? Боялась. Спонсор программы Бутик Элон. В 95-м году я была в Вильнюсе. А это тоже журнешно. А это уже была за границей в 95-м. Да. И там мне очень повезло, Сергей. Потому что это был международный фестиваль моды. Инвок он назывался. Как раз раз в году приезжали ведущие модельеры мира. И в 95-м году туда приехал Николо Труссарди. И он погиб ведь совсем недавно, где-то года два или три назад. И совершенно магнетического свойства человек. Там я действительно убедилась в том, что чем больше человек, чем он значимее, тем он настолько проще в общении. Никаких вывертов, никаких изысков. Он в какой-то очень простой футболке, в очень каком-то простом пиджаке, в каких-то простых брюках. Но все настолько стильно и красиво. Седые волосы. Ну, в общем, это был король империи, конечно, да. Мы с ним пообщались через периодчика, естественно. Он рассказывал какие-то удивительные... Анекдоты? ...и своей жизни. Нет, ты знаешь, анекдотов он не рассказывал. Вот. И потом я приехала, была очень горда тем, что я пообщалась с Николой Труссарди, что у меня была такая запись. И я... ...и быстрогожными с Михайловским общей. Можно гордиться. Вот. Тебе как модному человеку рассказываю. Но у нас же не все люди просвещенные. Когда я говорю, вот Николой Труссарди, там кому-то я рассказываю. Он говорит, о, это модельер, который шьет трусы. Я говорю, нет. Это совершенно другой модельер. Но самое интересное, самое смешное, самое любопытное, что как он пришел в моду, с чего он начинал. Он в 16 лет приехал в Милан, и он поступил в ателье, которое занималось именно изготовлением нижнего мужского белья. И первые его модельеры, вот модельные разработки, были связаны именно с бельем. То есть с трусами, по существу? Что ж... По существу с трусами. По нашему, по-русски? Правда это или неправда? Трусарди. Господи, а ты-то здесь при чем? Что? Я тебе про Труссарди скажу. Я из него узнала об этом, что он... Я не знала этого. ...начал с нижнего белья, мужского. Ну, то есть, если выстраивать логическую цепочку, тогда носки должен был на скине разработать. Вот. Галстучи. 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 Вот и так далее. Не верю. Правильно делаешь. Это неправда. Не верите, правильно делаю. Спонсор программы Бутик Элон. Последний-последний акт Лебединого озера, когда, значит, принц, да, принц уже узнал о коварном, да, обмане, что его обманули так страшно, и он с чувством вины прибегает на озеро, перед этим выбегают все лебеди, ну, там такая тревожная музыка, и все лебеди как бы закрываются, они в такие кружочки становятся, вот так спиной. Такие кружочки. И принц там бегает, и перед вот этим выходом... Делает вид, что их не видят. Да, он ищет Адетту, он ищет Адетту, да. И вот одна девочка, вот как всегда в театре, она, катастрофия, такая болту не была, она все время опаздывала. Там на выход опоздает, тут на выход опоздает. А здесь она там, ну, продолжительное время нужно было быть за кулисы, она с кем-то болтала, с кем-то разговаривала, и тут все уже выбежали, она за кулисами. Ну, ее уже предупреждали много раз, и сказали, что, если еще раз опоздаешь, ты будешь уволена. Вот, и тут она обнаруживает, что все лебеди уже на сцене стоят. В кружочке. В кружочке. А она бедная, одна за кулисой, и тут она глазами смотрит, не входит ли. Она артистка кордебалета, она кружок образовывала. Да, она одна, одна цепочка. А там уже замкнули ряды, в нее. А эти уже там три, в разных местах. Не прорвать. И она бедная, не знает, что ей делать, ну, а дальше продолжение, там идет уже танец, когда, в принципе, убегает. И вот она, бедная, не знает, что делать, и она решила, что как-то надо же выйти. А самое главное, что когда... И она идет так... Так, нет. А самое интересное, что когда они выбегают одна за другой, она попадает в какой-то кружочек дальше, а тут она не помнит, в каком кружочке еще она стоит. Тяжелый случай. И так надо не выбежать, не пристроиться. И вот она идет одна, значит, все уже стоят, она идет так спиной к публике, идет, подходит к кружочке и так, девочки, я здесь. А они решили, это уже всем просто это безобразие надоело. А они говорят, нет. Она идет дальше, идет, подходит к другому кружочку, так поваривает, говорит, девочки, я здесь? Нет. Что в это время принц делает. Она через всю авансцену, идет, вот подэбурает, идет, идет, подходит к третьему кружочку, говорит, девочки, ну тут же, уж точно, ну на всякие-то случаи, они же должны подвинуться, как-то, чтобы место вошла, там же еще пачки эти все. Она говорит, девочки, я здесь? Они говорят, нет, ее уже тоже взвесело, она говорит, ну и пошли к стенах. Ушла что-то? Или бросилась в Бутафорское озеро? Чудское озеро, да, бросилась? Аплодисменты были в зале, Я могу тебе представить, особенно для любителей, которые все время смотрят, ходят, это ноу-хау. Но я очень быстро тебе расскажу историю, очень быстро, когда мы, где-то как на заре своей тоже концертной деятельности, знаешь, ведь с балетными, это же ужасно, никогда не знаешь, сколько у них частей в ПДД, А ты в балете была, на заре своей концертной деятельности. Я выхожу на сцену, они мне делают страшные глаза, они еще дальше будут на сцене, я говорю, а наш балет продолжается, говорит, я ухожу в другую кулису, поэтому это вполне вероятные истории, но все-таки, понимаешь, вот как бы не наказывали, но я бы не поверила. Так, Ира, не верит. Совершенно напрасно, это правда. Это история, это правда. Ирочка, с большим удовольствием от нашего спонсора, под аплодисменты нашего зала, мне хотелось бы тебе от нашего спонсора вручить приглашение в Бутит Элон. Я думаю, что ты все прекрасно понимаешь, потому что там все, самое модное из Италии, ты туда придешь, посмотришь, посмотришь, вот такая вот красота, это все там. Я понимаю, что мы здесь все и выберешь себе новый маникер. Поэтому приходи, посмотри, а самый главный репортаж о нашем спонсоре, конечно же, будет с места событий. Сергей, и вновь я нахожусь в Бутике Элон на Невском 44 в Малом Пассаже. И хотел бы обратить ваше внимание на прекрасную коллекцию трикотажа. Тончайшая шерсть с шелковой нитью, отделка хрусталиками Сваровски, не деформируется при повседневной носке, на все случаи жизни эта великолепная одежда, ой, был бы женщиной, бы все бы перемерил, а? Ваш специальный корреспондент Сержио Антонелло. Спонсор программы Бутик Элон. Вопрос такой, Верите ли вы, что свое название музыкальный инструмент пианино получил название в честь известного итальянского маэстро Габриэла Пианини? То есть пианино названо так в честь Габриэла Пианини? Не верю. Не верьте, и правильно делаю, дешевле 1.0 в вашу пользу. Это Паганино получил от Паганини. Сергей, вопрос к тебе. Верите ли ты, что зимой мухи, которым удается или выжить, или родиться, более маленькие, чем летом? То есть мухи зимой, они более маленькие, чем летом, потому что вот зима как-то так действует, они и рождаются реже, и меньше становятся по своим размерам. Верю. Веришь, это действительно так, счет 1-1. Валера, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что по решению Минздрава США с 1 января 2001 года каждая упаковка Виагры должна быть укомплектована дополнительной аварийной таблеткой для опускания обратно, то есть для расслабления, потому что очень много случаев в США, когда мужчина такой, хочется только целоваться, когда как бы вот все-таки там вот брало очень сильно. Не верю. Не верю же, брали, делай. Счет 2-1 в твоем поезде. Сергей, вопрос к тебе. Видишь ли ты, что совсем недавно ученые из Великобритании установили, что чем больше у человека пальцы, тем больше у него ноздри, так как в детстве, как правило, все ковыряют в носу. И данное открытие было сделано на примере горилл. То есть вот горилл, там у них самые большие руки, и поэтому... Не веришь, правильно делаешь. Это 2-2. Я тут тебя уговариваю, уговариваю. Валера, вопрос к тебе. Видишь ли ты, что если ты в течение дня ничего не сделал, то это можно день считать праздничным? То есть если ты в течение дня ничего не сделал, то день можно считать праздничным. Ну, естественно. Веришь? А зря. Какой же это праздник, если ты ничего не сделал? Все это по-прежнему 2-2. Сергей, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что поскольку сейчас в моде большие носы, то многие женщины на Западе и в Америке... А к самюкам? Не, не, не. Уже и туда умудряются загнать немножко силиконом. Значит, чтобы еще больше? Ну, в моде сейчас большой нос. Такая вот красивая порода у женщин. Глаза большие, нос большой, уши большие. Нет, не верю. Не веришь, и правильное дело еще становится. Передва польза Сергея. Валера, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что в первые годы советской власти выпускались лотерейные билеты, по которым можно было выиграть корову, лошадь, плуг, несколько кусков мыла и так далее. И даже в годы Великой Отечественной войны тоже выпускались лотерейные билеты, по которым можно было что-то выиграть. Не верю. Это действительно так. Действительно так вот такое было. Еще три-два польза Сергея. Я даже эти ключи считал по истории, серьезно. Сергей, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что по мнению французских социологов, для того, чтобы состоялось семейное счастье, жена должна быть глупее мужа? Социологи? Французские социологи? Да не сексологи. Социологи, я же социологи сказал. Слушай, и так французские социологи установили, что для того, чтобы состоялось семейное счастье, жена, как правило, должна быть глупее мужа. И тогда точно счастье состоится. Не верю. Не верю, что правильно. Делал еще четыре-два в твою пользу. Потому что у него-то не глупее. Валерий, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что если к вашей любимой черепахе, которая ползает очень медленно, приклеить к панцирю колесики от детской машины игрушки, то черепаха будет передвигаться намного быстрее, отталкиваясь лапками от пола? Не верю. Она действительно будет отталкиваться. Что самое интересное, один чудак это сделал, и черепаха у нее таким образом ползала. Главное, что остановиться не могла. Она же в стенку въезжала. А теперь пор бегает. Четыре-два в пользу. Сергей, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что мнение, что корова дает мясо и молоко, ошибочно, так как и то, и другое у нее отбирают люди, не спрашивая? То есть корова-то, в принципе, она ничего не дает. Мы просто ее все это берем и молоко. Я не понимаю, еще раз коробляю. Что ты понимаешь? Он действительно у нее забирает, ее не спрашивая. Поэтому я и говорю, это действительно так. Счет пять-два в твою пользу. Разобрались. А что бы она сказала? Да. Не дам. Не дам. Веришь ли ты, что в книгу рекордов Гиннеса занесена российская домохозяйка из города Воронежа, у которой на кухне живет 16 тысяч тараканов? Она попала в книгу рекордов Гиннеса. К ней комиссия пришла. Не комиссия специальная. Она позвала. Ночью они собрались все, вылезли, сели. Пронумеровали. Сами. И всех их пересчитали. Не веришь ли ты, правильно делаешь. Счет пять-три в пользу Сергея. Сергей, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что наряду с петушинами, собачьими, черепашьими боями существуют еще и рыбьи бои? Каждый приносит свою рыбку в аквариум, их запускают, и они там начинают биться в аквариуме, плавают? Не верю. Не веришь, это действительно так в Сингапуре проводятся такие соревнования? Каждый приходит со своей рыбкой, в аквариум запускает петушинные бои, вот эти бойцовые рыбки. Счет по-прежнему пять-три в пользу Сергея. Валерий, вопрос к тебе. И вы считаете, что разгильдяй, разгильдяй, это купец, исключенный из купеческой гильдии за обвес и обсчет покупателей. Разгильдяй. Не верю. Это действительно так. Действительно так. Счет пять-три в пользу Сергея. Сергей, последний вопрос. Вопрос такой. Весь ли ты, что на основании опроса, проведенного российскими социологами в уральских городах, удалось установить, что многие россияне считают, что первую половину жизни нам отравляют родители, а вторую дети. Первую половину жизни отравляют родители. А вторую мы им. Не-не-не, дети нам отравляют. Наши дети отравляют нам. Это по мнению уральских? Ну, это по мнению российских социологов в уральских городах. То есть за Уралом, Сибирь. Восточная, западная, центральная. А мы им за клубе атмосферу отравляют, по-моему, очень здорово. Это самое. Нет, не верю. Не веришь и правильно делаешь. Счет за счетом 6-3. Сегодня у нас в клубе побеждает Сергей Рогожин. Я, пожалуйста, прошу вынести открытки тех, кто из зрителей, которые поставили сегодня на карту в Валет Пик, которая помогла сегодня победить Сергею. Сергей, пожалуйста, любую открытку вот с этого вот подносика можно выбрать, Я как истинный покопаться. Да я вижу, конечно же. Вот Санкт-Петербург. Итак, я прочитаю адрес. Санкт-Петербург, улица Здоровцево, дом 31, корпус 2, квартира 11. Наталья Ивановна Юркова. Юркова, мы вас поздравляем, потому что теперь, потому что вот я сейчас смотрю, что девушка у нас сегодня тоже необыкновенная. Сначала я видел, у вас было что-то такое вот с меховым воротничком, а сейчас вы уже вся в черном. Ирочка, скажи, пожалуйста, вот я просто так вот спиной-то и не обратил. Первый раз девушка, как вас зовут? Ира. Ирочка, она шикарная. Так вы же тезки. Тезки. Можно загадывать желание. Ой, я между двух едим. Ага. Еще куклу при... Чего куклу? Еще куклу сюда при... Как вот Ирочка модно выглядела в первый раз? Ну, я думаю, что стильно и одно, и другое. А во второй раз? И одно, и другое стильно, я сказала. Да потому что... Это красиво. И в первый раз одно и другое. Потому что все это из бутика «Элон», из бутика «Элон», которая является спонсором нашей программы. И кроме того, я с большим удовольствием должен сказать, что вот Наталья Ивановна, она теперь вот этот совершенно свежий номер вот этого журнала, прекрасного. А куда вы, Ирочка, ушли-то? Потому что я с большим удовольствием, у меня тоже для вас есть подарок, потому что я вам тоже хотел бы вручить под аплодисменты нашего зала такой же номер журнала «Смополитен». Да, это же здорово. Тут же ведь все самое последнее, да? Ведь вы часто сюда заглядываете? Приходится. Ира, спасибо вам большое. Пожалуйста, один журнал вам, другой журнал... Нет, открыточку тоже возьмите. А вообще, постойте рядом с нами. Так красиво, когда вы рядом с нами стоите. Я думаю, что вообще мужчинам приятно стоять в обществе прекрасных дам. Итак, мужчины встают. Я с большим удовольствием представляю мужчин, которые сегодня играли и победили в «Блеф-клубе». Это Валерий Михайловский, которому я с большим удовольствием от нашего спонсора вручаю пригласительный билет в бутик «Элон» для того, чтобы выбрать себе покупку. И точно такое же приглашение, Сергей, я вручаю тебе для того, чтобы побывать там и что-нибудь еще выбрать для себя. Я для жены, можно выбрать? И для жены. Пожалуйста, это вы решайте сами. Итак, бутик «Элон» – спонсор нашей сегодняшней программы. Сергей, и вновь ваш специальный корреспондент в бутике «Элон» на Невском проспекте 44 в Малом Пассаже. Я с большим удовольствием всех петербуржцев приглашаю сюда для того, чтобы вы помирили и обязательно купили модную элитную одежду для мужчин и для женщин. Конечно же, тот великолепный рикотаж, о котором мы сегодня уже рассказывали. Та обувь от известного был Денини, который всегда со мной. И кроме того, здесь великолепные девушки, которые помогут вам все это выбрать. Наш репортаж закончен. Всем доброго, до следующего воскресенья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова